Как известно, в российских музеях нет ни одной картины Талии. В 2020 году у Руссиан есть уникальная возможность познакомиться с творчеством гениального художника. С 28 января по 25 марта в Центральном выставочном зале Манеж проходит выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Ее организовали культурно-исторический фонд «Связь времен» и музей Фаберже в партнерстве с фондом «Гала Сальвадор Дали» и Национальным музеем «Центр искусств Королевы Софии» Мадрид. Совершенно независимо от моей объективной значимости как художника, которую я первый готов обсуждать, одно можно сказать наверняка. Если живописи суждено пережить нашу эпоху варварского механического конгресса, то эта ее живучесть будет иметь отправную точку в Сальваторе Дали. Эта цитата из его книги «50 секретов магического мастерства», опубликованная в 1948 году, весомое свидетельство того, насколько значима была для художника живопись и ее судьба. И одновременно утверждение о том, какую важную роль в ее судьбе он утвердил самому себе. «Я – вместилище гения». Прошло 70 лет, и мы можем оценить его правительский дар. Сальвадор Дали является одним из самых известных художников в мире. Его художественные образы присутствуют в различных сферах современной визуальной культуры, архитектуре, дизайне, кинематографе, моде, рекламе. Сюрреализм, как одно из самых влиятельных течений искусства XX века, вошел в нашу повседневную жизнь во многом благодаря живописи Сальвадора Дали. В экспозиции можно посмотреть более 180 произведений Дали, живопись, рисунки, акварели, гравюры. Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России. Выставка дает уникальную возможность проследить долгий творческий путь Сальвадора Дали и многообразие его развития как живописца от юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х годов до последних абстрактных полотен 1980-х годов. В молодости художник испытал влияние различных школ и течений в изобразительном искусстве, импрессионизма, футуризма, кубизма, пуантилизма и фавизма. Но уже в 1929 году Сальвадор Дали примкнул к движению сюрреалистов, возглавляемому Андре Бретоном, и вскоре стал одной из его главных фигур. Он обретает себя в сюрреализме и в полной мере реализует свой невероятный творческий потенциал. Увлечение психоанализом и теорией бессознательного и параллельно творчеством Вермеера и знаменитых старых мастеров создают феномен живописи Дали. Его пейзажи озарены магическим светом и населены причудливыми образами, другими словами, визуальной материализации его желаний и страхов. Великолепные образы живописного мастерства Сальвадора Дали, небольшие работы 1930-х годов, пейзаж с загадочными элементами, призрачная повозка, а также обычный языческий пейзаж, в который Дали вписал голову мыслителя Зигмунда Фрейда, оказавшего на него несомненное влияние. В период с 1940 по 1948 год Дали, живущий в США, создает не только новые произведения, но и собственный образ универсального художника, подобно великим мастерам эпохи Возрождения. Пишет картины, иллюстрирует книги, создает театральные декорации и костюмы. В 1944 году он ставит первый балет «Безумный Тристан», на ней истовую музыку Рихарда Вагнера с хореографией Леонида Мясина. Некоторые из живописных работ на тему «Безумного Тристана» демонстрируются на выставке. Впервые в России представлен знаменитый мягкий автопортрет с жареным беконом. Несомненно, в нем отразилось стремление художника избавиться от своей старой кожи, коже бесформенной и революционной жизни и обрести новый смысл своего искусства в идеалах Возрождения. Следующий этап творчества художника, вторую половину 1940-х и 1950-х годы характеризует как классический и ядерно-мистический период, в том числе с работами большого формата. Ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки вызвали глубокое потрясение у художника и в значительной степени повлияли на его творчество. Смыслом и целью Дали стало достижение понимания скрытых сил законов мироздания, а также овладения ими при помощи мистики. Наглядный тому пример картина «Дематериализация под носом нейрона», которая является художественным осмыслением расщепления атома. Последний период творчества Дали связан с творческим наследием Микеланджело и Веласкеса. Он утверждал, что величие Веласкеса состоит в том, что он никогда ничего не искажал, люди у него всегда такие, какими они были на самом деле, а также созданием удивительно современных для своего времени экспрессионических полуабстрактных композиций. Экспозицию дополняют мастерски сделанные рисунки 1930-х-40-х годов и полная серия гравюр, иллюстрирующих божественную комедию Данте. Особое внимание привлекают оригинальные иллюстрации книги «50 секретов магического мастерства» изложив свойственно ему эксцентричной манере свое понимание живописи. Дали характеризовал живопись как магическое искусство или магическое мастерство, утверждая, что техническое совершенство столь же значимо для художника XX века, как и для мастеров эпохи Возрождения. Подобно им Дали считал живопись важнейшим из искусств и мечтал спасти ее от плений и хаоса, в которые она погрузилась в современном мире. Последний из 50 секретов, которые должен посетить живописец согласно книге Дали, состоит в том, что руку живописца, севшего за Мольберт, должен направлять ангел. Этот последний, он же самый первый по необходимости секрет, связан с удивительной личностью жены и музы Сальвадора Дали Галу. Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег. Ее образ пронизывает все творчество мастера. Ее значимость он постоянно превозносит в своих книгах. Галла в девичестве Ирина Дьяконова, мистическая нить, связывающая великого художника с Россией. Художник и писатель, сюрреалист и классик, бесконечно эпатажный и необыкновенно глубокий человек, таким предстает Сальвадор Дали предроссийским зрителем, а его магическое искусство послужит проводником созданные им миры. Этому яркому, глубокому и неразрывно связанному с лучшими достижениями европейской цивилизации художнику и посвящена эта выставка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова